Добрый вечер! В эфире программа «Беседы с психологом». Сегодня с вами Елена Ненцеева и психолог Александр Матяш. Добрый вечер, Александр! Добрый вечер! Добрый вечер! Сегодня мы затронем, как оказалось, очень актуальную тему для многих молодых семей, а именно послеродовая депрессия. Александр, а как так может быть? Девять месяцев надежды, да? И вот этот комочек счастья появился, и вот он дома, и все рады. А у мамочек-то внутри опустошение, и куда только девается вот эта всемогущая материнская любовь. Что же за напасть это такая? Ну, так как вы ставите вопрос, это звучит вообще как нечто поразительное, необъяснимое, невероятное. Ну, для меня, наверное, да. Будучи мамой многодетной, к счастью, меня это миновало. Ну что ж, остается только позавидовать той атмосфере, в которой у вас протекали роды, и в которой это все взращивание, воспитание у вас происходило. По статистике, послеродовой депрессии стадает от 10 до 15% родивших женщин. Причем, как это неудивительно звучит, но с каждым родившимся вновь ребенком вероятность, так сказать, возникновения этой послеродовой депрессии возрастает. Вот. Значит, ну, прежде всего, послеродовую депрессию определяют как патологическое состояние недавно родившей женщины, связанное, прежде всего, по мнению медиков, с изменениями гормонального фона. Вот. Ну, а на втором месте они ставят усиливавшуюся ответственность, домашние дела, однообразие быта, резко изменившийся социальный статус, условия, обстоятельства и так далее. Вот. Однако, по моим наблюдениям, я, скорее, это все поставил бы на первое место, а патологическое... Да, извините, Александр, я что вас перебиваю, я хотела уточнить. А к вам действительно приходили пациентки или пациенты, мужья, да, которые говорили, вы знаете, с моей женой что-то не так, все было замечательно, и вдруг непонятно, что случилось. Самое поразительное, что вы попали в десятку, потому что приходят действительно именно мужья, потому что женщины отрицают наличие у них депрессии, они говорят, что, ну, нет, ну, вот, просто жизнь лишена всякого смысла. День сурка. Будущего нет, да, ничего интересного, ничего хорошего в этой жизни ожидать не приходится и так далее. И тревогу бьют их родственники, мужья, отцы, мамы и так далее. Ну, за что им огромное спасибо. За что им огромное спасибо, но, с другой стороны, если честно, то, конечно же, они первые страдающие от этой послеродовой депрессии, поэтому им приходится... Мобилизоваться. Да, куда-то обратиться, чтобы просто самим не страдать, не попадать под раздачу. Понятно, что когда рядом с вами, значит, женщина, которая говорит, что всё плохо, я хуже всех, я плохая мать, я не нужна ребёнку, и зачем мне такой жить, то, в общем, рядом с ней никому находиться не весело. Вот. При этом они совершенно не замечают и отрицают того, что у них каждый день это целенаправленный поиск того, что у меня ещё плохого. Вот. Ну, и, конечно же, самое ужасное, что очень многие из этих девушек не хотят выходить из этого состояния, игнорируют предложение обратиться к врачу, поговорить с психологом и так далее. А когда оно наступает? Вот ты приехал домой на следующий день или там через месяц, или вот таких каких-то границ временных не существует? Ну, вообще буквально через пару дней может наступить. Почему ещё? Врачи связывают именно с падением это. И очень резким изменением и качественным изменением гормонального фона, они как раз и связывают возникновение вот этих вот депрессивных переживаний. Вот. Но здесь у меня возражение самое простое и обычное. Оно состоит в том, что вообще-то такое падение происходит абсолютно у всех рожениц. Да. У всех, кто родил. Однако депрессия возникает далеко и далеко не у всех. Кроме того, проводились специальные исследования психологические, которые говорят о том, что депрессии, послеродовой депрессии, обычно гораздо больше подвержены те женщины и девушки, которые до этого страдали депрессией. Ну, которые, в принципе, эмоционально... Неустойчивые. Неустойчивые. Да, 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 да. Вот. И по этой причине, значит, да, вот они гораздо больше подвержены этой послеродовой депрессии. Но обычные врачи, естественно, эти исследования игнорируют. Вот. Значит, проявляется эта родовая депрессия целым комплексом симптомов. Прежде всего, это внезапная смена настроения, которая очищается. Неконтролируемые эмоции. Прежде всего, неконтролируемые вспышки гнева, истерики. И основной фон после родовой депрессии – это чувство вины, во-первых, за всё перечисленное, а во-вторых, вот это вот постоянный тезис «я плохая мать». Ну, может быть, это связано в связи с тем, что она не понимает, там, не знаю, почему ребёнок плачет, да, или что сделает, или что нужно делать, там, не знаю, как помыть, как поменять. Опять же, а кто знает? Понимаете, и кроме того, эта депрессия, она как бы очень часто развивается именно на фоне второго ребёнка. Вообще, вот этот вот тезис «я плохая мать», я должен сказать, что он вызывает совершенно неадекватный и безумный спазм чувства вины. Я помню, проходил тренинг, который назывался «Лающие собаки». Там, значит, люди садились, образуя коридор на полу, а человек должен был между ними пройти, а он при этом писал какие-то тезисы, которые его больше всего задевают. Те, которые вот ему кажутся наиболее неприятными о себе. И, значит, женщины, да, очень часто писали тезис «я плохая мать», и при этом, когда этот тезис ей проговаривали или выкрикивали, то со многими случались совершенно ужасные вещи. То есть они просто падали на пол, там, бились в истерике, рыдали и так далее. Настолько тяжело это ими переносится. Ну, естественно, что, значит, эти эмоционально-психологические причины нужно включить прежде всего возросшую степень ответственности и обострённое восприятие окружающего мира. А ответственность, она, если психика не прокачена, она очень легко перерастает в чувство вины. И когда чувство вины начинает давить, и давить выше обычной, так сказать, привычной нормы, то, конечно же, это достаточно быстро перерастает в депрессию, а потом может перерасти даже и в острый психоз. Потом, значит, новая социальная роль. Расставание со старыми социальными ролями. Успешность, независимость, самостоятельность. Все эти качества остались в прошлом. Ты полностью зависишь от своего мужа. Ты должна посвящать всю себя ребёнку. И вроде как все те устремления, которыми ты жила все эти годы, они уходят куда-то на второй план. И женщина чувствует, что она теряет, утрачивает какой-то смысл в своей жизни, отдавая всё себя, посвящая всё себе ребёнку. Вообще, ребёнок и смысл жизни – это очень неоднозначная, достаточно глубокая тема, которая, может быть, имеет смысл уделить... Отдельно. ...какое-то отдельное время и внимание, да. Потому что здесь как раз наблюдается два перегиба противоположных. Некоторые мамочки своего ребёнка начинают считать смыслом жизни. Причём они считают его смыслом жизни до конца своей жизни. И таким образом они лишают себя смысла жизни и ребёнка гробят заодно. А некоторые мамы, наоборот, воспринимают ребёнка как угрозу для своего смысла жизни. И очень часто именно вот этот второй случай служит, так сказать, какой-то прелюдией для возникновения послеродовой депрессии. Потом, значит, сюда ещё можно включить боязнь изменений в собственном организме. То есть, ну, на первом месте, конечно же, набор веса. Ну да, то есть я не влезла в свои джинсы почему-то через два дня. Да, 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 да. И если девушка до этого уделяла этому крайне много сил и внимания и гордилась какими-то своими размерами и формами, то после того, как она после родов, значит, располнила, причём это, может быть, серьёзно надолго, на год, на два, на три, то, естественно, она чувствует себя обескураженной, она чувствует, что у неё отдали какой-то значительный результат, к которому она стремилась и к которому она гордилась, она чувствует обессмысленным очень большое количество усилий, которые она до этого прикладывала для того, чтобы, значит, этот результат иметь. Поэтому вот это вот изменение может, как ни странно, даже лечь в основании вот этой вот послеродовой депрессии. Ну и, конечно же, это несоответствие желаемого и действительного. То есть это обычная причина для любой депрессии, такое несоответствие. Ну а в послеродовой депрессии, значит, там могут быть просто специфические причины. Ну, например, если ждали там сына, родилась дочь или наоборот. Или если роды прошли, неожиданно для мамы тяжело. Или, значит, поддержка партнёра не была получена в тех размерах, в которых мама мечтала, скажем так, или представлялась. Да, ожидала, что это будет получено. А как вы считаете, Александр, вот очень частая история, да, которая исходит от наших мам в соответствии с тем, что если ты звонишь и говоришь, ой, мамочка, я так устала, да, а мамочка вместо того, чтобы подержать, говорит, мы вообще были одни, у нас никого не было, да, там мы делали всё сами, да, и там посмотрели любой советский фильм, да, где все всё делают сами. Да, 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 да. Да, то есть тут становится вроде как-то ещё грустнее, да, то есть хотелось бы получить, чтобы по головке погладили и обняли, да, а тебе сказали, встаньте в стойку, да, и делайте. Ну, мама таким образом демонстрирует своё бездушное эгоизм и обиду, накопленную ей в том возрасте, когда она сама этого недополучала. То есть здесь, как ни странно, причиной можно считать смело вытесненную зависть. Что как это так, мне не помогали, а с какой-то стати я вам буду помогать. Почему это я вам буду помогать? Вот. И, естественно, что такое отношение, такая позиция, в общем, не способствует улучшению хорошего настроения у мамы. Кроме того, значит, что я должен сказать в защиту того тезиса, что послеродовая депрессия носит именно сукубопсихогенный характер. Вообще говоря, роды – это всегда стресс. И стресс для организма достаточно тяжёлый. И на фоне этого стресса, в общем-то, могут действительно развиться какие-то невротические симптомы. Но если это именно стресс и только стресс, то он обычно проходит за 2-3 недели. И после этого уже всё успокаивается. А вот послеродовая депрессия, она носит вот такой вот затяжной характер. Это похоже на то, как я разговаривал с одним специалистом, доктором медицинских наук, по поводу язвы желудка. А он специалист, причём крупнейший в городе. И я спросил у него, могут ли у язвы желудка быть непсихогенные причины. И он мне ответил, вы знаете, Александр, да, могут. Но такая, ну, то есть вот это механическое повреждение там. Ну да, то есть такие внешние факторы совсем. Но такая язва желудка, сказал он, проходит за 2-3 недели. Ничего себе. Полностью и без следа, да. А затяжная язва желудка, это исключительно... Мы её взращиваем. ...психогенная, да. И по большому счёту, значит, мы-то врачи знаем между собой, что лечить её лекарствами особого смысла нет. Ну, больные просят, поэтому мы их... Назначаем. Да, 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 да. Вот вам плацебо. Я про себя подумал, ну и вам хлебушек тоже есть, надо. Ну, конечно, просто улыбнулся в ответ. Так что вот. Значит, да, и поэтому, как только у мамы, значит, налаживается какой-то повседневный быт, исчезает страх перед ребёнком, страх навредить ему какими-то неосторожными движениями, сделать что-то не так, то вот такой вот послеродовой стресс он проходит. Это происходит достаточно быстро. Если же, значит, вся эта симптоматика, которую я перечислил, остаётся, то тогда можно говорить о послеродовой депрессии. Ну, по поводу симптоматики я, наверное, даже скажу немножко подробнее, потому что здесь очень важно понимать и молодым папам вообще, тем людям, которые находятся рядом с мамой, да и самой маме тоже, когда, значит, это просто стресс, когда это усталость, а когда это именно послеродовая депрессия. Значит, что включает в себя её симптомы? Прежде всего, это высокий уровень раздражительности. То есть меняется настроение. Да, очень быстро человек начинает испытывать раздражение от малейшей ерунды. В принципе, это можно списать, например, на усталость. Когда человек очень сильно устает, то тогда раздражительность тоже возрастает достаточно сильно. Но потом, в конце концов, ты как-то высыпаешься, отсыпаешься, ещё что-то это у тебя проходит. А здесь раздражительность носит такой хронический и перманентный характер. Потом сюда нужно включить частую смену настроения. Да, то есть всё таким вот истероидным образом колеблется постоянно, значит, и смех. Он то плакал, то смеялся, помните, да? Да, да, да. То щетинился, как ёж. Вот, значит, такая частая смена настроения. Это очень значимый признак того, что женщина, мама страдает после родовой депрессии. Естественно, в том случае, если она, опять же, носит постоянный характер. Подавленное состояние. Мне ничего не надо, я плохая мать, у меня нет смысла в жизни и так далее. Вообще, надо сказать, что вот это вот подавленное состояние, оно играет очень плохую роль при выходе из депрессии, прежде всего, потому что оно лежит в основе отказа от лечения. Это всё так и есть, это не моё состояние, а просто вот мир таков, и поэтому нет никакого смысла идти к психологу, и нет никакого смысла, значит, там какое-то лечение проводить и так далее, и так далее. Вот, и естественно, что это подавленное состояние, оно как бы само себя продлевает таким образом, потому что в него входит существенным элементом отказ от какой бы то ни было помощи. Сюда нужно также включить повышенную тревожность. Ну, за ребёнка, например. Естественно, за ребёнка, да. Но и в принципе эта тревожность, она как бы распространяется вообще на всё. То есть мужа нету, там полчаса, да. Задержался на работе. Да, 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 уже, значит, придумываются какие-то турусы на колёсах, да, что с ним то-то случилось, то всё случилось, там или на работе катастрофа, или он любовницу себе нашёл, или ещё что-то и так далее. Вот. Естественно, что всё это можно обобщить как склонность к истерическим проявлениям. Причём она сопровождается нежеланием идти на контакт с близкими и отказ от помощи. Да, то есть вот эта послеродовая депрессия очень часто усугубляется именно отказом от помощи. И маму нужно ещё уговорить на то, чтобы она согласилась прийти к психологу-психотерапевту. Вот. Согласилась что-то начать, предпринимать какие-то действия для того, чтобы отсюда выходить. Вот. Ну, сюда, естественно, необходимо включить также и физиологические признаки. Это, прежде всего, изменения в работе всех органов и систем. Это учащённое сердцебиение, одышка, частые простуды, снижение иммунитета, потеря аппетита, нарушение сна, естественно. Даже если точно известно, что ребёнок находится в безопасности, вот эта высокая тревога, она как бы не позволяет... Расслабиться. Да, да, да. Вот. Ну, естественно, что это всё происходит на фоне экзистенциального кризиса, потери интереса к жизни, хобби заброшены, подруги забыты. Сюда добавляется постоянный страх не выдержать ответственности за ребёнка, который очень часто усугубляется каким-то давлением со стороны. Ну, и на самом деле, да, вот это давление со стороны вы привели очень яркий пример. С бабушкой, которая, значит, говорит, что вот, а у меня было ещё хуже, я держалась, ничего, и с тобой всё будет в порядке. Ты смогла, да, и ты сможешь. Вообще, конечно, Лен, более какого-то разрушительного тезиса и чего-то разрушающего больше, чем подобного рода монологи в рамках отношений, взаимодействия с только что родившей женщиной трудно даже и придумать. То есть, этот тезис, который поднимает буквально всё. И чувство вины, и комплекс безупречности, и раздражение, разочарование, досаду от того, что тебе отказывается помогать. При этом отказывается помогать, делая этот отказ, находя для него какую-то уважительную причину. А уважительная причина в виде ссылки на то, что ты, значит, должна сама справиться, потому что все справляются и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому если, значит, у бабушки есть какое-то желание спровоцировать у своей дочки послеродовую депрессию, и она не знает, как это сделать, то вот этот вот отказ ей помогать, сопровождающийся вот именно такой аргументации, будет самым лучшим способом это сделать. Александр, расскажите, пожалуйста, я так понимаю, что такой диагноз послеродовая депрессия может получить любая девушка, женщина, независимо от своего социального статуса, да, то есть независимо от того, у тебя есть 55 нянечек, которые кушать готовят, памперсы меняют, не знаю, там, моют и убирают, да, или там девушки, у которых там, ну, нет этой возможности, да, и она потихонечку всё делает сама. Да. Ну, вообще говоря, низкий уровень жизни специалистами включается в, так сказать, перечень каких-то факторов, которые могут спровоцировать эту депрессию. Но на самом деле, я с вами соглашусь, здесь всё-таки гораздо большее значение имеет психологическое состояние. То есть вот ощущение своей защищённости-незащищённости, оно действительно может сыграть какое-то значение, может сыграть какую-то роль. Ещё большее значение может сыграть наличие или отсутствие депрессивных состояний в недавнем прошлом. Таких состояний, которые не были связаны с беременностью или с родами. Вот если у девушки эстероидный психотип, и она была склонна и подвержена к депрессиям, то тогда вероятность возникновения после родовой депрессии очень сильно возрастает. Вредные привычки тоже могут этому способствовать, особенно пристрастие к алкоголю. Сюда же нужно включить, конечно же, то, о чём вы уже сказали, это отсутствие помощи окружающих по дому и по уходу за младенцев. Ну и понятно, что неподготовленность. То есть недостаточно было знаний о том, как роды должны протекать, о том, что делать с младенцем в первые дни его жизни и так далее. И некоторое такое состояние растерянности. Но по моим каким-то наблюдениям и по моему опыту, я могу сказать, что, конечно же, послеродовая депрессия возникает по принципу «где тонко, там и рвётся». Что я хочу сказать? Это значит, что если у девушки в бессознательном были какие-то глубокие внутренние конфликты, которые она так или иначе успешно вытесняла, то они просто выползают наружу. Самое лучшее профилактическое средство, самый лучший иммунитет от послеродовой депрессии, точно так же, как и от любой другой депрессии, и это эти депрессии роднит, это, конечно же, наличие или отсутствие смысла жизни. Вот если смысл жизни есть, причём он не носит какого-то декларативного характера, это очень важно. Потому что бывает, что у человека, который страдает от депрессии, спрашиваешь, а у вас вообще смысл в жизни есть? Он говорит, да, конечно. Начинаешь разбираться, выясняется, что этот смысл – это просто пустая декларация, ничем, так сказать, не подтверждённая, не обеспеченная, и на самом деле он ради своего смысла ни на что не готов. Нет понимания того, ради чего ты живёшь. И в таком случае, вот именно по принципу, где тонко так и рвётся, возникает, собственно говоря, вот эта вот послеродовая депрессия. То есть просто человек выведен из состояния равновесия. Система дала сбой. Она находится в фазе очень такой сильной и большой неустойчивости. Рождение ребёнка здесь могут сыграть роль эффекта бабочки. Но только бабочка такая очень мощная, знаете, не с ажурными крылышками, а с такими. Орлинами почти. И свинца и чугуна, скорее даже, да. И естественно, что, значит, если какая-то пирамида ценностей и смысла жизни была неустойчивой, то под давлением этого она может и правда рухнуть. Хорошо, а каким образом мы можем, ну, предотвратить это, скажем так? Не знаю, вот как вариант, который мне пришёл в голову, да, например, вот поговорить со своими близкими, со своим супругом, там, кто там ещё есть, да, у вас в семье. Не всякого сомнения. О том, что, вы знаете, могу выкидывать страшнейшие вещи, да, после того, как родится ребёнок, прошу вашей помощи. Сос, 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 сос. Вообще, конечно, равнодушие или неравнодушие окружающих, молодую маму играет ключевую роль. Оно действительно носит чрезвычайно важный характер. И в рамках лечения, и в рамках даже профилактики депрессии, да, то есть вот это вот обсуждение со своим мужем новых ролей, там, отца и матери, определение зон ответственности, что папа делает, что конкретно он берёт на себя, это, как ни странно, имеет очень большое значение и очень сильно успокаивает. Да, то есть если, например, папа берёт на себя, что он помогает купать, встаёт ночью, значит, и, например, гуляет с коляс, понятно, да, что это, как бы, самое простое, вот. Но зато в это время мама, значит, отдыхает, она предоставлена самой себе, у неё есть личное время и какой-то маленький кусочек личного пространства. Вот такие вот разговоры, они очень сильно помогают. Причём в некоторых случаях даже советуют таблицы специальные составлять, где обозначается, за какие моменты отвечает папа, за какие моменты отвечает мама, да, то есть на такой договорной основе, как ни странно, это будущую маму может очень сильно успокоить. Вот, причём это составление лучше всего начать делать даже ещё до родов. Почему? Потому что тогда ожидание вот рождения ребёнка, оно уже будет таким, как бы, сильно облегчённым и смягчённым. Ну да, и папа какой-то план в своей голове придумает. Вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. Потом, значит, конечно, в качестве профилактики имеет смысл постараться заранее избежать все факторы, которые могут эту послеродовую депрессию спровоцировать. Прежде всего, это, конечно, завышенные ожидания. Потом, значит, ни в коем случае нельзя предполагать рождение ребёнка определённого рода. Вообще, вот даже на уровне зачатия нельзя этого делать. Вот кто будет, тот и будет. Потом, значит, естественно, что сюда должно входить какой-то предварительный тренинг, какое-то обучение, управление своими эмоциями. Значит, восприятие вот каких-то перемен в положительном ключе, да, что вот этот принцип, что они делаются, то к лучшему, он, как ни странно, и делает эти изменения лучшими. Готовность к любому повороту событий – это очень важно, чтобы не было чего-то шокирующе неожиданного. Ну да, то есть не планировать, потому что с маленьким ребёнком можно запланировать всё, что угодно, да, а он сам придумает свою историю на сегодняшний день. Будет он плакать там по тем или иным причинам или веселиться. Да, да, вне всякого сомнения это так. Александр, можно я вас перебью? Да, конечно. Нам дозвонились наши замечательные радиослушатели. Да, конечно. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте, Вадим Георгий. По смыслу, я не помню точно, как эта фраза звучит, что все муки, которые женщины терпят по время родов, компенсируются той радостью, которая наступает после рождения ребёнка. Поэтому, к сожалению, не компенсируется. Добрый вопрос возникает насчёт депрессии. Ну, а самое главное, что я хочу сказать, что, по-моему, больше депрессии мужья начинают быть подвергнуты, потому что они из-за своего эгоизма получают уже значительно меньше внимания. Бывают, да. И это начинает их, как говорится, вплоть даже, извиняюсь, и налево ходить. Это можно причинно. Часто бывают в крайних, так сказать, случаях. И поэтому я считаю, что вот именно большая роль в данном случае, чтобы у молодой матери не было вот этой такой депрессии, большое значение имеет, как к ней будет относиться, как ей будет помогать и как её будет поддерживать молодой супруг, молодой папа. Полностью с вами согласна. Если он будет эгоистом, то ничего не получится. Помню, такой анекдот был. Она с ребёнком возится, карикатура там. А, слушай, милая, у тебя кто-то, что ли, появился? Вот. Ага. Да, да. В советских рюмён я очень хорошо помню такую карикатуру. Да, да, да. Мне кажется. Всего доброго. Спасибо, Вадим Георгиевич. Что-нибудь скажете, Лен, по поводу? Ну, действительно, спасибо большое за то, что была высказана мысль, идея очень правильная. Да, очень многое зависит от мужчины. Да, насколько он будет готов, наверное, принимать новый образ своей любимой женщины, да, которая немного отдалилась по объективным причинам. Да. Да, то есть это, наверное, очень бесценно. И те мужчины, которые смогут это сделать, им большой респект, что называется, большое уважение будет со стороны своей любимой женщины. Да, значит, ну, давайте теперь подумаем и уделим немножко времени тому, как всё-таки справляться с этой послеродовой депрессией. Значит, ну, что касается каких-то самостоятельных действий, то, что здесь можно сказать. Прежде всего, конечно, по возможности, очень желательно не пренебрегать занятия спортом, прогулки и природа. Вот. Как-то неудивительно звучит, но вот эти вот гормоны стресса, они разрушаются во время движения, они расщепляются в крови. Вот. И поэтому какой-то физиологический базис биохимический для возникновения этой послеродовой депрессии очень серьёзно разрушаются именно от физической нагрузки. Ну, естественно, что очень важно, это, конечно же, достаточное количество сна. Очень серьёзно. По моим наблюдениям, один из самых серьёзных факторов, играющих роль, да, профилактики, если он соблюдается, и наоборот, провоцирующего фактора, если не соблюдается, это регулярный и продолжительный сон. Вот. Причём в случае с мамой очень важно было бы ещё и возможность отдыхать в течение дня, особенно если ночной сон носит какой-то прерывистый характер, приходится вставать, чтобы там ребёнку помогать и так далее, и так далее. Вот. Значит, ну, прежде чем я начну говорить о том, как она лечится, ещё я скажу, почему так важно осознать наличие проблемы. Всё дело в том, что эта послеродовая депрессия далеко не так безобидна, как может показаться сначала. Ну, типа послеродов там оклемается, придёт в себя, и всё будет в порядке. Некоторые так думают. Так вот, на самом деле, могу вам сказать, что это не так, и что в некоторых случаях послеродовая депрессия без вмешательства может закончиться психозом. Что это такое? Это опутанность сознания, галлюцинации, полная неадекватность, бред. То есть, здесь может дойти даже о том, что маму надо госпитализировать и, по крайней мере, ограничить её доступ к малышу. Ничего себе. Те случаи, когда там женщины, например, убивали ребёнка или кончали жизнь самоубийством. То есть, это действительно может быть как результат такой сильнейшей депрессии. Да, может быть результат вот этого вот послеродовой депрессии. Вот. Да, но её не нужно путать, опять же, говорилось, послеродовой хандром, которая длится там 2-3 недели, и после этого постепенно сходит на нет. А именно, когда она носит вот такой вот затяжный характер. И обязательно нужно уделить достаточно силы внимания и, прежде всего, окружающие, а потом уже мамы должны понять, что на самом деле это проблема, которой нужно заниматься. Да, теперь коротко о том, как же заниматься этой проблемой и как её лечить. Специфика послеродовой депрессии, самое главное, да, почему её не любят психиатры, заключается в том, что возможность лечения препаратами носит крайне ограниченный характер, поскольку все эти лекарства через самое короткое время с молоком попадут в организм ребёнка, а это уже в высшей степени нежелательно. Поэтому медикаментозное и психиатрое, так сказать, химическое лечение депрессии именно послеродовой депрессии носит в высшей степени ограниченный характер. Ну, то есть лечит, всё равно бывает, что лечит, но... Но когда такие случаи, что вариантов нет. Когда, да, такие случаи, что вариантов нет, но на самом деле, конечно же, вот именно в послеродовой депрессии крайне желательно найти именно психолога, а не психиатра для того, чтобы с ним просто поработать и прокачать. Как лечится послеродовая депрессия? Прежде всего, значит, нужно, чтобы человек выговорился, и все эти страхи, которые в нём таятся, наконец-то были системно и целенаправленно и последовательно изложены. Потому что какие-то отдельные обрывистые тезисы, которые из девушки вырываются, то тут, то там, они, значит, не могут дать какого-то облегчающего эффекта. После того, как это системно и последовательно изложено, уже ты вступаешь в диалог с молодой мамой. И в процессе этого диалога она потихоньку, постепенно начинает понимать, что то, что она принимала за то, что мир таков, да, знаете, как вот в каком-то фильме было «Не мы такие, а жизнь такая», да, вот на самом деле это очень вредоносный тезис. В каком-то смысле его можно назвать даже бесовским и сатанинским, понимаете. Вот на самом деле, вот какие мы, такая и жизнь. И в профилактике именно психических болезней это крайне важное значение имеет, особенно в профилактике именно депрессии. То есть женщине нужно понять, что она смотрит на мир через какие-то чёрные очки, через чёрные фильтры. И понять, что на самом деле у неё есть проблема. Потому что до тех пор, пока она её отрицает, это её, как бы, лечение абсолютно недоступно. Бесполезно. Вот. Как только она осознала, что проблема есть, проблема решена уже, ну не на 50, но процентов на 30-40, она уже решена. Вот. После этого уже, как бы, заключительная, самая важная, главная часть – это когда мы выходим на какие-то бессознательные основания этой депрессии. Да, эти основания, они, естественно, возникли задолго до даже зачатия ребёнка, а зачатие рождения их просто обнажило. Вне всякого сомнения, это кризис смысла жизни, осмысление себя в качестве всего лишь навсего передаточного звена и какой-то цепочки для того, чтобы волна жизни имела возможность продолжаться дальше. И нахождение и осмысление и интеграция с каким-то своим собственным, отдельным и самостоятельным от этой волны смыслом. То есть ты до… Мама должна принять себя и как часть вот этой вот волны и цепочки, по которой жизнь идёт дальше, в будущее устремлена, цепочка в поколении. И в то же время она должна одновременно с этим принять и понять свой отдельный, свой собственный, самостоятельный и независящий от этой цепочки смысл жизни. Вот. И когда и то, и другое будет найдено и проработано, после этого остаётся самый последний момент – синтез первого и второго, да, чтобы можно было их принять без ущерба, как первого смысла жизни, так и второго смысла жизни. После того, как такой синтез происходит, послеродовая депрессия исчезает без следа, и у неё очень хорошее в этом смысле качество, что каких-то рецидивов у у неё уже не бывает. Вот. Именно таким образом, собственно говоря, происходит исцеление, психотерапевтическое лечение от послеродовой депрессии. Ой, спасибо вам огромное, Александр. Я надеюсь, что действительно мы помогли многим нашим радиослушательницам и радиослушателям, которые смогут это передать своим детям, внукам или своим жёнам, братьям и сёстрам. Спасибо вам огромное. До встречи на следующей неделе в новом эфире. Удачи и успехов. Всего доброго. До свидания.